Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Глядите в этом выпуске. Светкование до позднего вечера. Ургионе отзначили рожство Христова. С поборництва юных интеллектуалов сёння стартовал областный этап Республиканской Олимпиады по научальных предметах. Городский светский клуб «Новое аматорское объединение» з'явилось в Гомеле. Масштабное спортивное свято. Белорусская федерация легкой атлетики открыла регистрацию на эко-марафон. А зараз об этом и иншим больше подробно. Гранты президента Беларуси на 2019 год будут представлены 103 работникам организации науки, адукации, аховы здоровья и культуры. Отповедное распоряжение керавник державы Александр Лукашенко подписал 8-го студеня. Поведомили у пресс-службы белорусского лидера. Сродки выделять на проведение доследований и распроцовок у галине физико-математичных, техничных, медицинских, биологичных, химичных, сельско-господарчих, экономичных навук. Гранты так само накируют на повышение якости адукации наученцев и студентов за кошт распроцовки и применения новых методок, сучасного учебно-методичного забеспечения, подрыхтовку удельников международных и республиканских олимпиад. А кроме того, будет поддержана распроцовка новых методов диагностики, лечения и реабилитации у кардиологии, хирургии, эндокринологии, онкологии, гастроэнтерологии, педиатрии и аллергологии. Грошовые сродки выделять и на створение творового мастерства, проведение культурно-видовищных мероприемствов, реализацию новаторских проектов. Это будет стоять развитию белорусской культуры и популяризации ее достигнений, захованию национальных духовных традиций. Рожство Христова православные християне учора ускваляли до позднего вечера. На территории храма Преображения Господняха пройшел спектакль 12 месяцев. Не глядячи на морозы, які на протягу дня узмацнялся, прыхаджане заполнили увесь царковный двор. А уже на увоходе верника учакали пачастунки – блины, печива, венские вафли. Марина Джалая с подрабязностями. На росту маленьких и дорослых прихожан храма Преображения Господняха заусюду частують розными присмаками. На этот раз сирот пачастунков венские вафли их пекли на территории храма, два дни працевали на вату ночи. В вынику выпекли амальше три сотни вот таких пригожих солодких выработал. А кроме солодких пачастунков и горячей горбаты, за якими выстроились и черги, дятей дорослых на царковном дворе сустракал Дед Мороз. Всех прихожан этого прекрасного храма Дед Мороз из Севера поздравляют с Новым Годом и Рождеством Христовым. Яшедна черга дай импровизованного места на роджене Сына Божого. Это ясли с Иисусом, а головные персонажи, праведный Иосиф с долгой бородой, святая Дева Мария. Тут же вешуны пастухи за ветшками. Дети, которые собрались в день раства Христова побоч с храмом проображения Господняха, не только с текавостью разглядали сцену скалядной батлейки, но и сами рассказали об святии. Скажи, кто сегодня родился? Иисус Христос. И он лежит в яслях, да? Да. Это день, когда родился наш Бог. А кто лежит в яслях? Иисус Христос. А что вы еще знаете об этом празднике? Что в этот момент светила Вифлеемская звезда. И волхвы ему принесли дары. Ладан, смирну и золото. Рождественница Христа. Светлый праздник. В Вифлееме звезда загорелась, и пастухи к нему пришли. И дары принесли. В девушку при церкве недельную школу ходит 120 детей. Многие из их на раствор разом с удельниками молодежной группы храма «Фаворовцы» представили мюзикл «12 месяцев». Погрузиться в околядную каску запросили 250 детей со шмадетных и малозабеспеченных семьев. В ушне у недельной школы, а так само у всех жадающих. Поваженным и шаканным гостем этого свята был архиепископ Гомельский и Жлобинский Степан. По доброй традиции он повиншовал всех с родством и пожадал верника миру и светлых думок. Хочется пожелать, чтобы все мы в первую очередь с вами жили в мире, чтобы над нами было мирное небо. Господь всегда хоронил нашу землю в мире. Друг друга мы уважали, друг друга всегда любили и с терпением относились ко всему тому, что происходит вокруг нас. Пусть Господь всех нас хоронит в добром здравии, в мире благополучии на многое и благае лето. С Рождеством Христовым! На приконце мероприемства дети отримали подарунки у напомина об этом чудовом дне – святе Рождества Христова. Марина Джала, Евген Макенко, телерадо и компания «Гомель». Святу Рождества Христова присвятили еще одно мероприемство. В Громадско-культурном центре пройшел традиционный колядный концерт. Его организовали областный выконавчий комитет и Гомельская епархия. На сцену запросили самые талиновитые и яркие коллективы с Гомеля и некоторых районов в области. Колядный концерт – это полторы гадзин доброго настрою. На сцене коля полтысячи удельников народных, аматорских и самодейных коллективов. Практично все – наибольшь распаусюдженные стили и жанры, объединенные темой миру, любови, веры и духовного выратования. При этом в зале неводного свободного места. За час его проведения концерт стал настолько популярным, что з'явились прихильники, які обовязково приходят каждый год. Мы должны жить с верой в себя, с верой в свое Отечество, так как для нас созданы все условия в стране, чтобы мы жили, чтобы мы радовались каждому дню, растили детей, почитали своих родителей. И, конечно, были миросердные и гуманные к обществу и к тем людям, которые в нас нуждаются. В областном центре з'явилось новое аматорское объединение – Городский светский клуб. Его первую встречу организаторы просвятили историческому подорожью до вытоков традиций святкования Рожства Христова и Нового года. Гости светского вечера зазернули у 19-е стагодзя. Послухали урылки из мастацких творов, калядную музыку того часу и побывали на занятках по основах бальных танцев. Варта означает, что Городский светский клуб – это суместный проект Центральной городской библиотеки имя Герцена и студии исторического танца Корунки Крокау. Идея возникла у нас в студии. Дело в том, что до сих пор мы занимались в основном танцами. То есть мы готовились и посещали танцевальные мероприятия – балы, музыкальные вечера, светские вечера. И нам пришла идея заняться чем-то принципиально другим. В качестве прототипа нашего сегодняшнего светского клуба мы взяли светские вечера, которые, в принципе, проводились в 19 веке, в начале 20 века, когда собирались люди не потанцевать, а пообщаться. То есть это были и литературные вечера. Они обсуждали там какие-то статьи, какие-то нововведения. Стать удельником клуба и светских раутов может любой жадающий. Организаторы плануют проводиться встречи регулярно, просвещать их святам, подеям, юбилейным датам. Сегодня 75-е годовина – початку Калинковицко-Мазырской наступальной операции войска у левого крыла Белорусского фронта. Яна почалася 8-го студеня 1944 года. У ходе операции 14-го студеня были вызволены Мазыр и Калинковичи, 20-го студеня – поселок Азарычи, 23-го – Лельчицы. 8-го лютого 1944 года операция завершилась разгромом Калинковицко-Мазырской группировки гитлеровских войсков и устворением плацдарма для дальнейшего наступления Советской Армии. В Беларуси начался областный этап Республиканской Олимпиады по учебных предметах. Все лета он пройдет с 8-го по 12-е студеня. У Гомельской области в делу черговым выпробованием принимают свыше тысячи школьников. По спрачаться за звание самого разумного у областных центров съехались переможцы Олимпиад, что проходили на районном узровне. Усяго – 1060 школьников. И они смогут продемонстровать свои веды по 18-ти в учебных предметах. Найбольшая колькость удельников Олимпиады по математице – 129. На другим местце – русская мова и литература, на третьим – белорусская мова и литература. Сирот новинок селетнего предметного олимпиадного руху – выпробование по физичной культуре. Тут школьникам придется поспоборничать как у теоры, так и у практицы. Як стверджая статистика, популярность предметных олимпиад растет с кожным годом. Стремление ребят попасть именно на третий этап, на республиканский уровень, участие в областных олимпиадах достаточно высокое, он возрастает с каждым годом. Конкуренция растет, и это, естественно, потому что желающих поступать в высшее учебное заведение после окончания средних школ, гимназии, лицеев возрастает. Естественно, это зависит от количества выпускников средних школ. Но мы надеемся на то, что не только организационные вопросы, но и качество знаний учащихся будет подтверждено, как и в прошлом 2018 году. Уголовным статистичным управлением Гомельской области опрацовывают вынники первого этапа перепису насельства Беларуси. Нагадаем, наприконцы минулого года регистраторы удокладнили адресы всех иснующих будинков. Зараз ведется подрыхтовка базы перепису. В Гомельской области в первом этапе задеяничили около 200 человек. У первоважности это были работники организации жильево-коммунальной господарки. Яны обследовали усе будинки, у яких проживают, те могут проживать люди до момента проведения перепису насельства у Кастрычнику 2019 года. Под увагой оказались и як дзеючие будинки, так и те, что зараз будуются, а так само занятые организациями. В настоящее время мы обрабатываем результаты работы регистраторов. И уже на основании вот этого материала, который мы получили, будем строить переписные и счетные участки. Перепись будет проходить у нас в два этапа. Первый этап – это интернет-перепись и перепись на стационарных участках. Ну а второй этап – это уже будут переписчики делать обход домов и опрашивать граждан. Переписчики, как и регистраторы, будут працевать на планшетных компьютерах. Это позволит избегнуть помылок при заполнении электронных переписных листов и поспоряет больших худкому подведению выника. Открытый диалог 100 годов БССР – великий шлях сучасной белорусской державности, пройдя у Гомеля 10-го студеня. Удельниками сустречы станут гисторики, молодь, гоноровые грамадяне города и в области, заслуженные работники разных сфер. Эксперты расповедутся об ключевых моментах становления белорусской державности. Так само говорка пойдет про роль особи в истории. Темчасом в регионе зараз проходит конкурс видеороликов, сделано в БССР. Паудельничать им могут молодые люди во взрослении от 14 до 31 года. Творческие работы до 15-го студеня принимает областный комитет БРСМ. Пираможцев назовут в двух номинациях – «Лепшая авторская работа» и «Лепший коллектив авторов». Кроме того, шляхом голосования с 22 по 25-е студеня в группе «Молодь Гомельщины» в «Контакте» вызначать уладальника призаглядатских симпатий. 21-го красавика у Гомеля пройдет «Экомарафон». Белорусская федерация легкой атлетики открыла регистрацию на спортивную падею. Жадают, чем паудельничать будут пропонованные три дистанции – 42, 21 и 4 километры. Зарегистроваться на уделу с поборництвах можно уже зараз на сайте «Экомарафон.by». Прадугледжена оплата стартового взносу. Чем ближе до даты марафону, тем выше будет его сумма. Мороз и солнце. У ближайшие дни надворья у Гомельской области будет саправды зимовым. Морозы протягнуть, узмацняться. Так, сёння и завтра ночная температура будет опускаться до минус 17-20. Дённая вагаться до 11-13 градусов морозу. У пятницу ночи будет до 23-х, у день до 16-ти. На выходных надворья станет меньше суровым. В субботней ночи синоптики прогнозуют до 13-ти морозу, а у день температура поветра будет нулявой. Гэта и атак сама иншая новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomio.by. Далее у эфиры де-факта и спортивный агляд. А я с вами развидваюся. До новых встреч у эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факта. В студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. 3200 нарушений правил дорожного движения и более сотни аварий. Именно такими запомнились эти праздничные выходные для автолюбителей и госавтоинспекторов нашего региона. К сожалению, не обошлось без пострадавших. На дорогах три человека получили различные травмы. Среди них и девятилетний пешеход. Мальчик попал под колеса, когда переходил дорогу на проспекте Победы Гомеля. По предварительной версии наезд совершил водитель Opel Astra в тот момент, когда школьник двигался на зеленый сигнал светофора. Местом еще одного ДТП стал Житковический район. В Житковическом районе водитель автомобиля Volvo не учел погодные условия, а также дистанции до впереди движущегося автомобиля. Выехал на полосу третьего движения, где произошло столкновение с автомобилем Audi 100. В результате происшествия водитель автомобиля Audi, а также женщина-пассажир были доставлены в больницу. Рождественское чудо. В частном доме в деревне Дуброво Реческого района автономный пожарный извещатель спас жизнь человеку. Его сигнал услышала дочь хозяев. Девушка в этот момент находилась дома одна. Она позвонила в МЧС и выбежала на улицу. Подоспевшие соседи при помощи подручных средств ликвидировали возгорание еще до прибытия подразделения МЧС. В итоге пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и их устройств. Отметим, что число погибших на пожарах в регионе за год снизилось на 13%. По данным областного управления МЧС, жертвами огня чаще всего становятся пенсионеры и люди в состоянии алкогольного опьянения. Возраст кражи не помеха. Это правило хорошо усвоила 65-летняя жительница Дубровского района. С награбленным после очередного своего преступления она попалась в тот момент, когда сотрудники РОВД ехали на вызов о семейном скандале. Бабушку-рецидивистку оперативники обнаружили на обочине с велосипедом и сумкой. В ходе разбирательств выяснилось, что до задержания она успела побывать в дачном кооперативе, расположенном в урочище Ларещево. Подозреваемая прошлась по летним домикам и хозяйственным постройкам, где забирала с собой все, что попадалось на глаза. Что касается характеризующих данных подозреваемой, то она ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности. На сегодняшний момент это более 10 фактов. И первую свою судимость она получила еще во времена Советского Союза в 1989 году. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Если первый тайм голами не порадовал, то во втором команда буквально прорвало. Сказалось отсутствие некоторых игроков основы у железнодорожников. Плюс высокий класс соперника. 6-3 победа украинского коллектива. Однако неудачным поединок для гомельской команды назвать нельзя. Его товарищеский статус позволил опробовать молодежь. И после праздников набрать оптимальные кондиции в преддверии официальных игр. Я думаю, что на пользу эта игра пошла. Все поиграли, все попробовали. Что-то мы пробовали новое. Не все получается. Плюс молодежь еще не все понимает, что нужно делать. Ну, я думаю, что это хороший опыт. И нам эта игра пойдет на пользу. Я благодарен нашим коллегам, что мы сможем проводить такие матчи. Это для нас очень большой в плане подготовки большой плюс. Поэтому при первой возможности мы стараемся выезжать, приезжать, играть, смотреть. Это для нас очень большой плюс. Юные баскетболистки из Риги выиграли полуфинальный этап в группе Ди открытого турнира по баскетболу Кубок Феникса среди девушек 2004 года рождения. Состязания проходили в Гомеле на аренах дворца игровых видов спорта. На второй позиции расположились спортсменки из российского города Иваново. На третьем – команда из Курска. Хозяйки турнира, воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва по игровым видам спорта, заняли последнее восьмое место. Отмечу, что гомельчанки были на год младше своих соперниц. Также в турнире приняли участие команды из городов Москва, Мытища и Шексна. Полуфинал в группе С пройдет в конце января в Москве. Суперфинал турнира Кубок Феникса среди девушек 2004 года рождения состоится в марте в Юрмале. В Гомеле прошло первенство области по дзюдо. Соревновались юноши и девушки 2002-2004 годов рождения. В состязаниях юноши и места в командном зачете распределились следующим образом. Победа у спортсменов из Гомеля на второй строке – команда Гомельского района. На третьей – Хойники. У девушек сильнейшими стали дзюдоистки из Лоева. За ними на пьедестале расположились спортсменки из Гомельского района и Хойников. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.